Здравствуйте, друзья! Сегодня мы не на изнурительных карповых соревнованиях, а просто выбрались на коммерческий водоем половить карпов в свое удовольствие. Поговорить об отнастках, прикормках, в общем, показать, насколько тыдерная ловля карпов – приятные занятия. В нашем распоряжении всего один световой день, поэтому не стоит время тратить зря. Давайте же приступим к замешиванию прикормки. Для сегодняшней рыбалки мы будем использовать прикормку отечественного производителя. Нам будет более чем достаточно 3 кг. Это прикормка холибуд, то есть рыбная, прикормка со специями и прикормка сладкая. Сегодня мы попробуем все эти три состава и путем экспериментов определимся, какой состав сегодня наиболее интересен карпам этого водоема. Давайте же приступим к замешиванию прикормки. Замесим по пакету прикормки холибуд, прикормки со специями и сладкой прикормки. Также в нашем распоряжении есть интересная кукурузка. Это спотмикс. Ее мы будем подавать с помощью рогатки в точку ловли и уверен, карп не обойдет наше место стороной. Очень важно приготовить прикормку для флета. Она должна быть равномерно увлажнена и хорошо просеянна. Иначе она просто не будет работать в воде и карп не подойдет к нашей насадке. Прикормку будем увлажнять несколько раз. Первый раз добавим воды для того, чтобы она ее впитала. Далее сделаем повторное увлажнение и уже затем просеем прикормку. В фидерной ловле очень важно хорошо просеять прикормку. Поэтому мы просеем ее сначала крупным ситом, а затем мелким. Наши прикормки готовы. Давайте же изучим донный рельеф водоема, найдем там наиболее перспективные точки и начнем с них ловлю. Для изучения донного рельефа мы используем вот такое вот грузило карп про с шипами. Оно нам более четко покажет все донные неровности или же наоборот твердые участки дна. Вот если посмотреть на водоем, мы четко видим, насколько ветер показывает нам какие-то изгибы дна, возможно участки с твердым дном. Ветер нам показывает, что интересные участки находятся в правой части нашего сектора. Попробуем, что нам покажет... Мы выбрали нашу точку ловли и для надежности мы ее пометим узелком маркерным, а также используем специальный маркер для лески, который будет нам все время показывать нашу точку ловли. Это желтый яркий маркер, который не смывается. Он, конечно, смывается со временем, но мы будем обновлять эту метку и все время будем попадать в одну и ту же точку. Теперь нам нужно приготовить монтаж. Наш монтаж крайне прост. Это флет с быстросъемной застежкой. Туда мы будем пробовать ставить разные насадки. Очень быстро, очень практично. Наш поводок легко вынимается, заменяется на новый и мы продолжаем ловлю. Водоем для нас абсолютно незнакомый, поэтому в данной ситуации мы будем использовать тактику поиска. Для этого много прикормки нам не понадобится. Нам хватит несколько килограммов базовой смеси, которую мы смешаем с кукурузкой. Это все мы залепим в шарики и подадим в точку ловли. Точек ловли мы выбрали несколько. Одна дальняя, одна совсем ближняя под вымосткой. Будем рассчитывать на то, что рыба к вечеру хотя бы потянется наши кормовые пятна. А пока мы будем ее искать по нашим закормленным точкам. Сейчас мы приготовим прикормку, которая у нас будет базовой. Это сподмикс, очень интересная ферментированная кукурузка в смеси с коноплей. И для ее связывания мы будем использовать прикормку холибуд. Она мелкофракционная, липкая, поэтому для этой цели идеально подходит. Наша смесь готова. Она достаточно липкая для того, чтобы сформировать шары. Поэтому все, что остается нам, сделать небольшие шарики и пострелять их рогаткой в нужное место. Очень часто рыболовы, приезжая на незнакомые водоемы, стараются забросить свою снасть как можно дальше. Но не всегда это правильно. Очень часто на водоемах, где не проводятся регулярные карповые соревнования, рыба не пуганная, соответственно, она подходит прямо к берегу, где осуществляется ловля. И тут мы попробуем ее перехватить. В чистую смесь сподмикс мы с помощью рогатки застреляем на расстояние около 20-25 метров. И к вечеру попробуем проверить эту точку на предмет рыбы. А вдруг рыба нас порадует своими поклевками. Поскольку мы приехали на незнакомый водоем, мы вооружились совершенно разнообразными насадками. В нашем распоряжении и плавающая кукуруза, и пелец разных размеров. Но в то же время мы не попрезгивали использовать и белого червя. Эта насадка, на удивление, иногда работает на озерах, которые не запрессингованы регулярными соревнованиями. Сейчас мы свяжем поводок. Использовать будем поводочную нить, разрывной нагрузкой 15 лб и крючок 6 номера. Подготовим поводок и попробуем. Возможно, именно опарыш сегодня будет нашей секретной насадкой. Поводок мы привязываем обычным образом, как крючок на любой фидерной рыбалке. Когда мы готовим монтажи для ловли плотвы или подлесчика. Точно так же мы формируем узел, крепим крючок. Для чего мы используем поводочную нить? Она мягче лески такого же диаметра. И гораздо проще будет карпу взять нашу насадку именно на мягкой, настолько мягкой поводочной нити. Поводок мы делаем недлинный. 10-15 см будет более чем достаточно, чтобы наша насадка была как можно ближе к прикормке. Узлы мы затянули, поводок готов. Осталось отрезать ненужные кончики и можно приступать к ловлю. Для карпа экономить опарыши не стоит. Большой пучок белых червей всегда будет аппетитно смотреться вместе с нашей прикормкой. И карпу такая насадка очень по душе. Особенно на водоемах, где не проводятся регулярные соревнования. Наша оснастка готова. Червячки аппетитно шевелятся, поэтому карп не устоит перед нашими угощениями. Наконец-то на нашу снасть попался более не менее достойный карп. Поклевка была резвая, уверенная, решительная. Мы уже даже засомневались, случится ли это. У-у-у, хороший карп. Не будем торопиться, потихонечку подведем рыбу, возьмем в подсак. С большой рыбой не стоит, не стоит спешить. Крючки у нас небольшие, снасть достаточно деликатная. Рыба наша. Несмотря на то, что он маленький по размеру, но такой упитанный, я вам скажу, больше полутора килограмма однозначно. Или около того. А крючок хорошо засел. Рыба соблазнилась на опарышей. Опа! Опа! Рыба соблазнилась на опарышей. 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 Очередной карпик заходил на нашей снасти. Клюнул очень бойко, но по сопротивлению карпик очень маленький. Даже может быть карась. Оклевал действительно, как взрослая, тяжелая, большая рыба. Питёк хорошо в пасте, но это не наш трофей. Мы надеемся на большого красивого карпа. Не трофей, но уже более приличный экземпляр. К нашему удивлению рыба подошла близко к берегу и поклевки происходят практически одна за другой. Существует масса разнообразных методных кормушек. Среди них можно выделить наиболее распространенных два типа. Это кормушка методная. Такая вот она достаточно объемная. Единственный ее недостаток – это невозможно ее забросить очень далеко. Поэтому спортсмены в своей практике предпочитают использовать кормушки типа флет. Они плоские, хорошо и далеко летят и в то же время эффективными являются в ловле карпа. Кормушки типа флет разнятся в основном своей ценой. Есть произведения нашего украинского рыболовного рынка. Как пример, вот такая вот кормушечка типа флет компании «Флагман». Она недорогая и пользуется невероятной популярностью среди поклонников рыбной ловли. Также существует произведение рынка английского. Кормушки очень подобные по внешнему своему виду. Главное отличие – их цена. Для того, чтобы ваша кормушка выглядела красиво и эстетично, многие рыболовы практикуют использование вот таких вот резиновых формочек. Мы насыпаем туда прикормку, ложим кормушечку, ее забиваем и у нее получается очень красивый, аппетитный вид. Ну, у нас поклевка. И немножечко приверем. Очень странно ведет себя этот карп. Он практически не делает рывком головой и просто стоит на месте. Это значит, что мы или поймали хорошую рыбу, или зацепили небольшого карпика, но не в рот, а, возможно, в верхний плавник. Или он обмотался уже после поклевки. Рыба практически стоит на одном месте. Ближе к вечеру наша тактика сработала. Рыбка сплылась на прикормку. Возможно, не тех размеров, которые мы ожидали, но еще не вечер, и у нас есть шанс поймать хорошего карпа. А по словам хозяева водоема, достойная рыба здесь есть. Карп практически показался. Небольшой, не хочет подниматься, маленький, но упорно. это уже рыба около двух килограмм. Наша прикормочка потихоньку работает. Хлеб даже еще не успел вымыться, рыба клюнула практически сразу. Произошла солидная поклевка и рыба не хочет идти к берегу, а стоит на одном месте. Первая рыба которая смоталась только нашей летки. Возможно это тот карп за который мы и приехали на этот водоем. По слухам, это озеро уже давненько не спускалось и в нем, возможно, обитают дикие сазаны, которые отличаются своей бойкостью и упрямством. Ух ты! Не сдается рыба! Мы забираем у нее метр, а она забирает у нас пять. Торопиться в этом случае не стоит. Карп на крючке, дело за малым дело завести его в подсак. Сейчас в моих руках удочка длиной 4,20 мм. Удочка флагман модель Шерман. Очень удобно ей управлять этим карпом. Длинными удочками гораздо проще справляться с большой рыбой. Ее можно хотя бы попытаться развернуть. короткими и мягкими удилищами карпом бороться крайне тяжело. не хочет прямо вон подходить к берегу. Рыба уже неподалеку от вымошки, скоро должна всплыть. Возьмем большой карповый. Мне казалось, что зря мы уже его убрали на этот водоем и раскладывали утром. Ну вот та рыба, поклевки которой мы ждали с самого утра. Что удивительно, маленькие карпы приливали очень бойко, резво срывали с бейтранера катушку, но потом быстро сдавались. Эта рыба повела себя совсем по-другому. Она нежно-нежно брала насадку и даже не сработал бейтранер в нашей катушке. А после подпечки оказалось, что рыба таки достойная и очень упрямая. У-у-у, какой красивый карп! У-у-у, какой красивый карп! Первый достойный соперник на этом озере. Несмотря на все разнообразие насадок, позарился именно на опарыши. На несколько белых червячков. Аккуратно! В карповой ловле очень важным элементом оснастки является крючок. Крючок для ловли карпа должен быть толстым и мощным, безусловно острым. Но в процессе рыбалки крючки очень часто тупятся, поэтому следует обращать на это внимание и регулярно менять поводки. Сегодня на нашей рыбалке мы использовали крючки шестого номера. Крючки очень толстые, очень хорошие и схода в рыбы с них практически не было. По своей невнимательности я не заметил тупого крючка и рыба, к сожалению, сошла. Но этот досадный сход подтолкнул нас к экспериментам. Мы размер крючка увеличили и после этого холостых поклевок или сходов у нас не было. Сегодня мы много времени уделили волосяным оснасткам. К сожалению, рыба нас игнорировала и отказалась клевать и на плавающую кукурузу, и на пелец. Но мы вышли из ситуации, применили поводковый материал, привязав на него большой крючок номер 6, насадили туда пучок опарышей и результат не заставил себя долго ждать. Видимо, погода не способствует активному кормлению рыбы и карпа дает предпочтение нескольким опарышам вместо аппетитной сытной кукурузки с бойлом. У поклонника карповой рыбалки крючков должно быть много и разным. Для чего это? Собственно, выбор крючка зависит не так от рыбы, которую мы желаем поймать, точнее от ее размера, как собственно от насадки, которую мы используем. Карп рыба достаточно хитрая и если мы будем использовать тяжелый крючок с маленькой насадкой, то он вряд ли соблазнится таким угощением. Поэтому нам надо подбирать размер насадки с размером крючка и если баланс будет достигнут, поклевка карпа обеспечить. Сегодня мы использовали три разные по своим ароматам прикормки. Это прикормка рыбная, прикормка с ароматом специй и прикормка сладкая. Также мы экспериментировали с ароматизаторами. Мы пробовали заливать в рыбную прикормку сладкий ароматизатор и наоборот. Успех оказался более чем прост. Сладкая прикормка и сладкий ароматизатор. На этом водоеме карпы не крупные, поэтому отдают предпочтение более сладкому питанию. Почему это? Видимо это особенность водоема. Удачной новинкой этого сезона является плавающая кукурузка от компании FLA. Насадка до ужаса эффективная. Ее можно применять как в комбинации с различными пелицами, так и в самостоятельную насадку. Поэтому не бойтесь экспериментировать. Я считаю, что такая насадка должна быть в арсенале каждого рыболова. Наша рыбалка подошла к концу. Давайте же посмотрим, что мы сегодня поймали. покормили. И так просто поднять садок. Такой улов нам посчастливилось поймать сегодня. Мы применяли исключительно прикормки, насадки и снасти отечественного производителя компании «Флах». И получили закономерный хороший результат. Безусловно, на соревнованиях мне удавалось ловить карповый покрупнее. Но для этого водоема, как для относительно дикого, который не зарыбляется очень трофейной рыбой, улов более чем зачетный и приятный. Эти рыбы доставили нам массу удовольствия. Конечно, все было непросто. Утром такой улов казался нам заоблачным и невозможным. Но мы сделали все возможное. Мы раскормили рыбу, она подошла на наши прикормки. Мы поймали вот таких красавцев, очень бойких, очень норовистых. Поэтому, друзья, бывайте чаще на рыбалке, и вам также улыбнется удача. А теперь, по традиции, мы отпустим всю пойманную рыбу. Ловля карпа очень увлекательное занятие. Дневная рыбалка подарила нам массу удовольствия. Приезжайте на рыбалку, друзья. Мне приходилось ловить рыбу в разных странах. Но наши карпы, поверьте, самые лучшие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова